Человеческий потенциал — движущая сила экономики. От его развития и от подготовки кадров зависит многое. Поэтому основной упор делается на образование. Мир постоянно меняется, одни новые технологии сменяют другие. Более того, инновационная среда не замыкается на границах отдельных государств. Поэтому очень важно уже на этапе образования налаживать сотрудничество между высшими учебными заведениями и вводить общие стандарты. К тому же международные университетские связи позволяют делиться опытом и инновациями. Конечно, есть вещи, к чему мы сейчас в наших университетах идем. Это самостоятельная подготовка студентов. Мы слишком много проводим лекции, семинары именно конкретно со студентами. А там студенты сами в библиотеках готовятся. Конечно, базовые знания они получают от профессуры, от тех преподавателей, которые им преподают. Но очень много вещей проводится самостоятельно студентами, какие-то проекты и так далее. Это очень такой ценный опыт, который мы выносим у наших коллег. Современное образование должно учитывать интересы современного человека, который сейчас пытается быть востребованным в постоянно меняющейся экономике. Выстраивать карьеру не в качестве наемного рабочего, а в качестве профессионала. Вместе с тем в экономике ощущается как раз нехватка квалифицированных кадров и достаточной подготовки. И здесь важную роль играют центры дополнительного профобразования. Если раньше мы готовили кадры, имея в виду, что человек до 25 лет получает образование, в общем-то, комплексно, да, потом идет, работает примерно в одной парадигме. То есть сейчас выделяют эксперты три уровня и три таких периода образовательных. Это вот тот возраст, о котором я сказала, а потом 30-35-40. Это когда идет переосмысление, поиск себя в новой профессии. И очень важный момент образование для взрослых. Вот этот возраст 50 или 55+. Все наработки, мысли и предложения вошли в итоговую резолюцию Славянского международного экономического форума. Игорь Умаров, Анатолий Чегрыгин, События Брянск.